Далеко Далеко иду, куда своим путем Но все, кто сердцем молодым, стоят печью плечом Ну и что дальше? А дальше я никуда не пойду Девочки! Уже нахватались Хорошо и Дяденьки, не засоряйте русский язык Грушку пива выпили, а шум подняли на весь город А кто жмел? Кто жмел? Курортники Где ваш режим? А мы не курортники Мы сегодня в школу походим Нас поздравить можно Ах, промокашки Ураааааааак Ураааааааааа Говори instrilyn Ставеры Кому как. 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 Долго еще мы из-за тебя в хвосте плестись будем? Нет у меня способности к математике. Чепуха. Я видел в цирке собаку. Спрашивают у нее, сколько будет дважды два. Лает четыре раза. Между прочим, а как ты умудрился в слое параллельпепит сделать четыре ошибки? Я сделал не четыре, а всего только три. Я могу его взять на бухтир, у меня две ошибки. Помолчал бы, академик. Когда свадьба, Кирюшин? Прекрите, я спрашиваю, когда? Своевременно или чуть позже. Они ее зажилить хотят. Это точно. Не беспокойтесь, не зажилим, не из таких. А ты-то чего молчишь? У тебя же спрашивают, Кирюшин. А может, у них матриарха? Первая строительная! Значит так, на будущее не дадут. Сидели, милости просим. Отстающих тоже? Сиди, параллельпепит. Всех до одного. Объявляется конкурс на лучший свадебный подарок. Швейную машину. Легковую. Чайку. Стиральную. Радиоприемник. Книгу о вкусной и здоровой пище. Мясорубку. Предложение в письменном виде подавать мне. Давай, давай. Давайте быстрее, ребята. Задача решила, Марина? Конечно, решила. Вот только что-то ответ не сводится. Наверное, в книжке опечатка. Давай, концентрат, я просмотрю. Побыстрее. Угощайся. Я не хочу. Будь здорова. Салют. Пока. Счастливо. Всего. Всегда у вас там? Чего? Ну, всякие обсуждения, конкурсы. А-а-а. Вот так. Вот это, что ли? Да, у нас всегда так. У нас на прошлой неделе был блиц-турнир по шашкам. На будущей неделе я буду делать обзор о международном положении идеи нашего бригадира Павла. У нас тут ни одной зря потраченной минуты. Ездим с пользой. Вот так вот. Да, а ты, новенький, в следующий раз не опаздывай. Понятно? Я на твою остановку прибываю ровно в 5.43. Свет, пока. Пока. Читай, читай. Осторожно. У нас тут уговор такой, на водителя не заглядываться. А я и не думал. Вот это да. А по какому случаю праздник? Догадайся. Не могу. Вот еще недогадлива у меня дочка. А что такое? Сегодня же ровно два года, как ты стала трудовым человеком. Отметим дату поступления. И поступления, и ухода. Понятно. Ты уже все решил за меня. Ну и что же мне остается? Писать заявление? Это можно после. После обеда? Ну да. Что ты? Диктуй. Здравствуйте, Марья Грековна. Света дома? Входи, Сережа. Ты понимаешь? Она решила остаться в троллейбусном парке. И не хочет дальше учиться. Как тебе это нравится? Здравствуй, Сережа. Да. Во-первых, я еще ничего не решила. А во-вторых, при чем здесь Сережа? Ну, может быть, мне лучше уйти? А я тебя не гоню. Садись, Сережа. Да что ты, Сережа, садись. Спасибо. Здравствуй. Скажи, Сережа, у вас интересно в институте? Очень интересно. Ну и что? Вот ему интересно, а мне нет. Ты, может быть, думаешь, что я берегу твои ручки и подбираю тебе профессию почище? А что, не так? Да я сам в твои годы... Не прогест строил. Знаю. Поговори ты с ней, Сережа. Ну, ты уже не ребенок, Светка. А ты, оказывается, наблюдательный. Тебе уже 20 лет. И память у тебя хорошая. Я не знаю. По-моему, каждый человек должен создавать какие-то ценности. Материальные или духовные, правильно? А что ты создаешь, а? Приемник, чайный сервиз, детскую коляску. Давай, давай. Так. Вы меня простите, Петр Игнатьевич, я тоже не могу. Два года назад она меня оскорбила физически. Теперь она меня оскорбляет морально. То есть как это, физически? Она кинула в меня обувью. Да-да, лыжным ботинком. А синяк-то был какой? Мечта. Ни одна же девушка глаз не могла оторвать. Ну что, папочка, помогло тебе твое моральное подкрепление? Ну, Сережа ведь серьезно думает о тебе. А вы все думаете за меня. Спасибо, что хоть не кушаете за меня. Ты сама-то можешь подумать? Могу. Неужели тебе нравится быть обслуживающим персоналом? Нравится. И вставать рано нравится. И еще мне нравится, когда милиция мне честь отдает. Музыка. 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 Итак, объявляются итоги конкурса на свадебный подарок. Большинство обобрейших. Так, значит, пойдёшь в магазин, узнаешь, завтра сообщишь. А модель какая? Я в них не разбираюсь. Ну, поскольку у молодожёнов комнаты нет, значит, я думаю, приёмник, фестиваль с дистанционным управлением им не подойдёт? Не, не подойдёт. Вот, нужен такой, ну, чтобы Кирюшин мог в кабине водить. Вот, верно. Атмосферу? А может быть, ласточку? А говоришь, не разбираешься. А и Мария. Шестер на я! Почему задержка? Жду новенького. Бэби сладко спит. Вот тебе и Николай Чумаков. А на вид такой солидный мужчина. Все мы с виду солидные. Оштрафуют, Света. Поехали. Надо узнать на заводе, что с ним случилось. Мимо. Уважаю здоровые мускулы. Хорош. Офелия. Офелия. Офелия, так сказать, за рулём. Офелия. Жильето. Вы где находитесь? В окружении. Иду, понимаешь? И никакого транспорта. И вдруг последний троллейбус. Для кого последний, а для кого и первый. Между прочим, дядя, у нас за проезд полагается платить государству. Вот именно. Вот такой вот билетик иметь надо. А, правильно. Пожалуйста, передай, пожалуйста, государству. Сдачи не будет. От государства не требуется. Не пойдёт. Не пойдёт. Не пойдёт. Нет. Тогда сдачу жертвую водителю на чай. На что жертву идти? На духи. Жюли... Жюлиета. Ку-ку. Ну. Пардон. Может быть, попросить? Останови машину. И открой дверь. Приехали, да? Приехали. Скажите, а предыдущая остановка была? Была. И... Я маленькая... Осторожнее. Я маленькая балерина... Я маленькая балерина... Я маленькая балерина... Я маленькая балерина... Жизнь... ...э — Стимул есть, не подвести свету. Что, уже начали обзор? Нет, товарищ пока готов. Одну минутку. Товарищи, сейчас мы узнаем самые свежие новости. Кирюшин, на какой день назначена свадьба? Вот и я спрашиваю, на какой? На субботу. Сообщить в ТАСС или объявить по радио? Ну, не тяни. Давай, не откладывай. Давай. Уважаемые дамы, и господа. Ребята, ну чего я буду докладывать? Вы же все газеты читаете. Семен. На саратовской ГЭС вступила в строй уникальная турбина. Диаметр колеса 10,3 метра. Это самое крупное колесо из всех отечественных и зарубежных. Считали. В Москве совсем недавно открылся третий международный кинофестиваль. Лолита Торрес требует у жюри адрес Кирюшина. Занят. Семен, ты можешь серьезнее? Могу. Дела зарубежные. В Индии в штате Бихор в результате наводнения осталось без крови 150 тысяч человек. Полностью уничтожен урожай. Да. Не весело. Есть предложение, ребята. Отработать смену сверхурочно в пользу пострадавших. Приня не будет. А вот новости повеселее. Гавана. Кубинский народ торжественно празднует десятую годовщину национального восстания. Представляете, ребята, что сейчас творится на улицах Гаваны, а? Хорошо бы по этим улицам пройтись. Есть предложение. Принять участие в праздничной демонстрации, не меняя маршрута. А? Кубинский народородHS Ла-ла! Ла-ла-ла! Нован! Ла-ла! Нован! КОНЕЦ Башмак сорвался. Сами разберутся. Держи. КОНЕЦ Давай. Давай. Спасибо, Вася. Спасибо. До свидания. Будь здорова. Салют. Счастливо. Пока. Пока. Салют. 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 Ты что там увидел? Ты прочитала мою записку? Читала. Только ты забыл назвать подарок. Я присоединяюсь к большинству. А ты придешь сегодня? Я буду ждать у кошки. Если не просплю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А что я хочу? Вас никого не интересует? Я и пришел, чтобы узнать это Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, так и будем молчать? А что, время уже кончилось? Пойдем Хороший вечер на Рейде Любимый город может спать спокойно Да вот, ребята, случайно встретились? Среди шумного бала Случайно Да, случайно Света Мы же случайно встретились До свидания Обрадовались? Огорчились? Что, делать нечего? Кто это придумал? Ты Ты все это придумал Мы же только голосовали за Ежели тебе не под силу, Павлуша Мы можем переголосовать Только всем коллективом Демократии? Двести третий выход Здравствуйте, Клавочка Здравствуйте Маршрут восьмой Выход двести тринадцатый Маршрут тринадцатый Ну и везешь у меня, ребята Да ничего Некольно веселый, Сядь Микошин И не в одном глазу Ну, завязал Давай, давай, Света Ребята, пожалуйста А это что за привилегии? Постоять трудно Воля, масс Выход двести первый Маршрут второй Могла бы постоять Молода еще Это с годами проходит Здравствуй, Света, открой Света, открой Света, открой Может подойдет еще? Подожди, Малыш Не могу Волшеб Ребята, открой О чём задумался бригадир? А вот думаю, человек человеку друг. А пассажир пассажиру кто? А к чему это вдруг? А вдруг вам на заводе помощь понадобилась? Ну? Так разве бы мы отказали? Без подхода можешь? Могу. Давай. Маршрут у нас один. Дело в общем тоже одно. А мы не управляемся. Нам послезавтра дом подкладку сдавать. Не сдадим всё дело насмарку. А что много осталось? Да нет, там колодцы, траншеи. Если бы две бригады за одно воскресенье управились бы. Ой хитёр мужик, ой хитёр. Под стандартный блочный дом моральный фундамент подвёл. Ну слушай, Павлуша, в общем придётся вырываться из сладких объятий воскресного сна. Ты можешь не вырываться. Юмор понимать надо. Ну что, ребят, учтём их заявку? Учтём их обещание. Сделать ремонт общежития. Новая. 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 Выход через переднюю площадку. Не нарушайте правил. Остановите троллейбус. Мне выйти надо. Не имею права. Да выпустит ты его, Светлана. Пускай идет. Салют. Счастливо. Пока. Че в дело? Я узнал о том парнишке, о Чумакове. На работу не является. Со шпаной связался. Все? Нет, не все. Почему ты не остановила машину? Не хочу опаздывать. Без уважительных причин. И сейчас тоже. Скажи. Я же сказала. Еще раз скажи. Ну, напиши. Ну, не знаю. Не знаю. Виноват. Берите живот, гражданин. Вчера была отличная грязь. Вы заметили Татьянова? Да, мне опять не дают. Да что вы говорите? Возмутительно. Что, им грязи жалко? Не знаю. Другие просто не вылезают. Гражданковой сумку на собаку поставили. Вы бы лучше не возили животных. Лучше бы извинились. Перед собакой. Гражданка, пожалуйста, осторожненько. Нет того, чтобы женщине место уступить. Правильно. Никто не уступит месту. Никто. Ребяйте, пожалуйста. А это кто тебе шел? Она жива. Правда хорошо? Ребец. Ты не находишь, что так лучше не нахожу к твоей фигуре. Дело в вкус. Спасибо. Какая сейчас остановка? Ласточки дадут. А потом какая? Фиатральная. Как собака зовут? Ну перестань, перестань. Смотри, мальчик, как себя хорошо ведет. Хороший мальчик. Только ест плохо. Мам, я тоже хочу мороженое. А как у вас желудок? Я признаю только гомеопатию. Льняное семя. Что льняное семя? О! О! Проехали. Извините. Пожалуйста, не возвращаю. Почему ты не на заводе? Простите, Коля, может быть, я вмешиваюсь в ваши отношения, но попасть под эго женщины, это значит закон жизни. Я тебя спрашиваю, почему ты не на работе? А что мне там делать? Мусор убирать? Металлон? Ну хорошо, я поговорю с ребятами, и они возьмут тебя в бригаду. Человечество, друг мой, делится на две половины. Одни мусорят, а другие убирают. Так вот, если ты не хочешь быть похожим вот на этих, приходи завтра на остановку. Товарищ водитель, девушка! Ровно в 5.30. И я не хочу тебя, чтобы вы не понимаете. Нашла время кофе пить с кавалерами. У людей дела, понимаете? Осторожно. Да что, остановка! Да никакой здесь нет в остановке! Может быть, машину кто попал? Водители тоже, молодежь. Воспитывать надо. Я надеюсь, что эта очаровательная особа не сможет разбить наш дружный колесник. Ну что ж, я буду платить, да? Погодите, отправляйте. Еще один знакомый. Почему не объявляете остановок? Итак, опаздываем на урок. Дайте-ка вашу книжку. Осторожней, Тотик. Время решат этот факт. Ну что ж, товарищ водитель, останавливаете машину, куда-то убегаете, забываете объявлять остановки. Подтягивать надо, товарищ ревизор. Подтягивать? А вы меня не учите, я свои обязанности знаю. Товарищ ревизор сам знает свои обязанности и сумеет сделать оргвыводы. А вы, гражданин, выйдите немедленно, с животными не полагается. Слушайте, почему? Мне еще далеко. Я вас прошу, не задерживайте движение. Прошу. Выходите, выходите, выходите. Выходите, выходите, выходите. Если отдедаться на пассажиров, вы бы лучше не распускали обслуживающий персонал. Ну иди, 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 иди. Вот вам и оргвывод. Можете отправлять. Следующая остановка театральная. Ну, что ж ты молчишь? Вот машина и та выдерживает только такую нагрузку, на какую она рассчитана. Ну и к чему это-то? Ну, сколько можно пилить, Маш? Что я могу сделать? Ты же сама с ней говорила. Ну и что ж ты говорила? Кто я ей тетка, а ты отец. Ну и что ж ты отец? Вот проехал бы с ней хоть один раз в троллейбусе, тогда бы ты понял. Что? Что понял-то? Ой, это ужасно. Сама разберётесь. Здравствуй, Класс. Здравствуйте. Здравствуй. А что это? Соболева ты сегодня не торопишься. Раппорт Ревизор ,нихспех читать. Что случилось? 204-й выход, маршрут третий. Коля, тебе сегодня рано надо. Ну чего расшумелась? Сама говорила, спят ещё люди. Молоко там, на столе. Уже не на столе. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец назначение. Ужение. На три минуты задерживается. Никогда такого с ней раньше не было. И сейчас... Граждане, не забывайте оплачивать проезд. Светлана, где? Соболево, Светлана. Не мешайте работе. Это ее машина. С водителем разговаривать не положено. У меня приняли Ваши бригады. Тебя? Слушай, Вам водитель говорил что-нибудь про меня? Нет, ничего не говорил. Следующая остановка Листьевная. У водителей имеются абонементные книжки. Ты куда? Отчего я? Тихо. Спала бы ещё. Ведь время только седьмой час. Шесть-семнадцать. Контрольное время первого рейса. Ушла Ваша Соболева. Обращайся в парк. Там всё объяснят, что и как. Эти вот все товарищи по тому же вопросу? Ну да. Соболева. Тридцать три богатыря из-за одной девчонки. Смеху. Им, видите ли, интересно знать, что с ней. А ей, видно, совсем не интересно. Откуда Вы знаете? Ушла Соболева. По собственному желанию. Уволилась Ваша Соболева. Вчера обходное у меня брала. Утки всем парами. И с волной волна. Все девчата с пальнями. Только я одна. А, явились. А кто же Вы ей будете? Мои сорок тысяч братьев, ясно, папаша. Ага, понятно. И ничего нам не сказала. Не понимаю, как она могла уйти с такой работой. Ну, скажите, какая работа. Ясно. Товарищ новый водитель, как говорится, бескрылый работник троллейбусного парка. А ты хочешь, чтобы я за 120 рублей вместе крылышки себе отрастил? Ха-ха-ха. Да ведь с этой Вашей машины жизнь в городе начинается. Первый же троллейбус. Так это он для Вас, может, первый. А сделаешь на нем еще 15 туров. Так он уж будет тогда не первый. Туров, туров. Что ты зубы тскалишь? Уж больно Вы что-то смешливые. Может, от Вас она избежала? Да. Посмотрите, что они ей нам вещали. Кто приемник, кто стиральную машину, а кто сразу детскую коляску предлагает. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Подарки не ей, Вы понимаете? Да я понял, понял, понял. Один, видно, так на себя понадеялся, что без подарков на свидание приглажали. Ха-ха-ха. Павел тут среди Вас есть? Дядя Митя, не цепляйся к ребятам. Их характер у тебя. Передай ей. Троллейбус оставила. Партнер Ваш нервничает, папаша. Все ждала и видела. Сердцу вопреки. Мы с тобой два берега. Я дальше. Рыба! Не нужен нам и адрес. И мы ей не нужны. Легче на поворотах. Да мы можем вообще в разные стороны развернуться. Ну и поворачивайте. Но нас в воскресенье не ждите. И без Вас управимся. И без нее проживем. Ага. Может быть, можно в конце концов узнать, куда мы идем? Не знаю. Ага. И вообще, ты можешь помолчать? Могу. Пожалуйста. Только я не понимаю, есть ли у тебя плохое настроение. При чем тут я? Ни при чем? Я иду по своему троллейбусному маршруту. Хоть бы ты обиделся, что ли. Зачем? Ну как зачем? Таскаю столько времени. Не даю спать. Во-первых, я не хочу спать. А во-вторых, просто приятно гулять в такое время. Вообще приятно? Или со мной приятно? Не надо, Светлана. Я же знаю... Что? Что я для тебя предмет неудушевленный. Вот сейчас ты гуляешь со мной только для того, чтобы не быть одной. Разве не правда? Ну, а ты возмутись. Ну, наори на меня. Перестань говорить глупости. Да, конечно, все это глупость. Давай-ка там нажми на педаль, как полагается. Спать мне в воскресенье полагается. Все бы тебе спать. Слушай, ты что, может быть, сны интересные видишь, а? Вижу. Что именно? Комнату нашу новую вижу. Обои голубые. Желтенькие. А ну да, желтенькие. Балкончик. Видишь? Вид с него. Хороший. Восьмой этаж. Третий. А ну да, третий. Ванна кафельная. И кухня. Ой, герой. Ты б уж хоть во сне-то себя в ракете увидел, а не в кухне. А это тоже правильно. Не повредился? Живой, как видишь. А я не про тебя спрашиваю. На, проверь. Тангуа. Ой, раньше, что не вечер, на танцы приглашал. Это я хоть сейчас. Время же, видишь, где оно, колесом катится. Кто любит. Тот найдет время. Пис. Пис. Валяйте, валяйте. Работа подождет. Да какая тут работа? Погляди вам в кузов. Нету больше кирпича. Да. Вот заводские придут, и мы попляшем. Да они не придут. Идут! Честное слово, идут. Дуся их с крана увидела, она машет мне хосынкой, а я вам кепкой. А вы не видите. А я думаю, почему? А вы потому что здесь. Вот. И они уже здесь. Что делать? Что делать? Задачка. А вот батя мой разведчиком воевал. Так вот он говорил, находчивая сейсмикалка вот что выручает. Так то ж на войне. А ты ее сейчас покажи. Да у соседей спрашивали, тоже нет кирпича. А это что такое? КЗ-21. Кирпичный завод номер 21. Надо идти к директору и брать его за жабры. За жабры? За жабры. А бригадир ваш где? Спит. Бригадир нас всех будил, он сейчас придет. Ну? А вы не считаете? Да тут 37-я квартира. Еременко на третьем этаже. Нет, Соболева. А вы не из троллейкустного парка? Ну, допустим, а что? Это по поводу ухода Светланы. А почему это вас так интересует? Это не имеет значения. Могу только сказать, что она не собирается к вам возвращаться. Здравствуйте. Здрасте. Ну а вы кто и будете? Брат или муж? А это тоже не имеет никакого значения. Простите, пожалуйста. Да. Где здесь 37-я квартира? Я из 37-я. А вы Светлана мама, да? Нет, я ее тетя. Это товарищ из троллейбусного парка. Я ему сказал, что Светлана к ним не собирается возвращаться. А ее нет дома. Ну а если они из троллейбусного парка? Я серьезно вам говорю, ее нет дома. Вот, видишь, делегация. Чуть свет в воскресный день. Здравствуйте. 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 Извините еще раз за беспокойство, но очень просим подписать накладную. Кирпич кончается. Сегодня последний день. А врал. Штурмовщина. Безобразие-то, ребята. Но мы же обязательство взяли. Понимаете, то есть деревья. Дело вот в чем, Петр Иванович. Игнатьич. Простите. Не для себя же мы, для людей. Куда я делал сигареты-то? Да нет, у меня свои есть. А ты что за них волнуешься? Ну я тебя очень прошу. Вот еще заступница. Тогда вы научитесь по плану работать, черт знает что. Где накладная? Вот. Это шариковая. Прошу. Прошу. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо, Петр Иванович. А мы шли по дороге, шли и гадали. А вдруг вы окажетесь бюрократом? Что? Извините. Большое спасибо. Извините за беспокойство. До свидания. До свидания. До свидания. А говорили, не надо идти. И кто говорил? Кто говорил? Это что ж такое получается, товарищи? Безобразие, аврал, штурмовщина. Заткнись. Ребят, я думаю, вот, скучно и неинтересно было бы жить без штурмовщины, без аврала, без безобрали, без трепачей. Без трепачей. Это учти. Ой, учти, учти. Ну, молодец, что пришел. Тут без тебя все уладили. Уладили? Уговорили. Значит, она вернется? Кто? А говоришь, уладили. Ну да, накладную подписали. Сейчас едем. Пошли. Какую накладную? Ну, директор подписал накладную. Слушай, какой директор? Ну, что ты болтаешь? А что ты на меня кричишь? Некогда мне с тобой. Пошли. Так ты мне так и не ответил. Что? Возьмешь этого парнишку? Какого парнишку? Ну, я тебе только что сказала. Николай Чумаков. Понимаешь, я его очень подвела. Обещала устроить. Куда? Ко мне устроить? Да нет, это не важно. Ты скажи, можешь или не можешь. Ну, я не знаю. Наверное, могу. А что, толковый парнишка? Очень толковый. Ну, ладно. Пусть приходит. Посмотрим. Это вот тебе на дорогу, Петя. Спасибо. Ребята там так наследили? Еще бы. Ора вот какая. Не говори. Ах ты, черт возьми. Что такое? Не дадут им кирпича. Как не дадут? Не выйдет. Как-то не выйдет. А вот так и не выйдет. Да здесь же подпись директора. А вот это что такое висит? Инструкция. Так. Что в ней написано? Категорически запретить отпуск материалов в неположенное время без визы отдела сбыта и главного булгардера. Вот чья это подпись? Ну, директор. Вот ты и ну. Папаш, так он ведь только что сам ее подписал. Ну, подписал. Так он свою инструкцию забыть может. А я не могу. Я при исполнении. Ребята. Ну, что будем делать? Вот что. Папашу надо попридержать. Деликатно. Так, чтобы не повредился. А ворот с петель. Правильно. Что, что, что. А я на вас акт составлю. О. Так на военной службе. Сначала приказ выполни. А потом акт составляй. Правильно. Правильно, папаша. Так что сначала отворяй ворота. А потом акт пиши, а? Правильно. О, нет, неправильно. Неправильно. Федор. Товарищ директор. Я при исполнении. А они хотят насилие применить. Насилие? Да. Молодежь тоже называется. Как же вам не стыдно, а? Столько дюжих молодцов. И все навалились на одного человека. Его говорят попридержать. А ворота с петель. Ворота с петель? Да. Да вы что? Ворота с петель? Ворота же открыть можно. Да нет. Егор. И все. Непонятно. Да почему непонятно? Понятно. Ворота открыть недолго. Мне что? Только ведь за вскладом все одно нет. А ты его вызови. Попробуй вызови. Так ты же при исполнении. Я при исполнении, да. Ну так девич твой. На ритмах. Алло. Усти ляги. Извиняюсь, нет, это не вам, нет-нет. Мне, ну, меня за вскладом нужно. За вскладом, говорю. Ну, что же с ним могло случиться, а? Уехал утром, до сих пор нет. Ты позвони ему на завод еще раз. Я уже несколько раз звонила. В кабинете никого нет, а коммутатор не отвечает. В воскресенье. Наконец-то приехал. Воскресенье. Мы тоже кое-что помним. Ну, счастливо, ребята. До свидания. До свидания. Трансомольская тачанка, все четыре колеса. Заходите, заходите. Ну, как машина? Хороша. Клапана только поставьте. Ну, да. Да. От регулируем. Передайте, пожалуйста, привет Светлане. Передам. От кого? От Васи. От Васи? Обязательно передам. От тебя тоже? От всех. Ну, заходите. Да-да. Это Вам не просто какая-нибудь грязь. Это цемент. Ясно? Его сразу не сотрешь. Не сотрешь. Ну, почему же так поздно, папа? Где ты был-то, Петя? Как тебе сказать? Это так неожиданно получилось. Ну, что? Что получилось-то? Я помог получить ребятам кирпич. Ну? Помог им доставить. Так. А потом один там парнишка, щупленький такой, вдруг говорит, а теперь папаша, отойдите в сторонку. Мы Вам покажем, как надо вкалывать. Ой. Ты понимаешь? Они мне покажут. Как тебе это нравится. Ну и что? Ну, можешь поинтересоваться, кто кому показал. А в общем, они ребята ничего. Хорошие ребята. Ха-ха-ха. А ты что? Ты бы видела, какие у них были глупые лица, когда они узнали, что мы с тобой в некотором роде родственники. А почему глупые? Ну, смешные. Ха-ха-ха. Они никак не могли поверить, что ты моя дочь. А когда ты оказался на уровне, они поверили. Поверили. Стали о тебе расспрашивать, привет тебе передавали. Ну, я взял их и всех позвал к нам. Зачем? Они очень хотели тебя видеть. А я никого не хочу видеть. Да как же так? Они сейчас придут. Покажем. Покажем. Ну, как думаешь, понравится? Да мой вкус, можешь положиться спокойно. Пошли. Да, вот все, ребята. Только без агитации пусть сама решает, как ей лучше. Может, у нее призвание. Голошу им, привет. Единогласно. Слушайте, ребята, минутку. А, по-моему, вот что. По-моему, неудобно. Ну, что неудобно? Ты понимаешь, такой оравый валиваются в чужой дом совсем. Как ты считаешь? Да, надо его спросить, Паша. Да не заверить. Ребята, я считаю так. Надо просачиваться. Постепенно, по одному, а потом... По-моему, там можно все сразу. Сначала пусть Пашка, а мы потом. Принято, ребята. Голосуем принято зеленогласно. Все. Что принято? Ничего не принято. Слушайте, ломайся больше. Коллектив вещь хорошая, но бывают случаи. В общем, давай. Чего давай? Отчаливай, а то раздумает. Полчаса тебе на аудиенцию хватит? Хватит. В общем так, если за это время тебя не спустят со всех лестниц, можно считать, что прием прошел в дружественной, сердечной обстановке. Двинемся все туда. Ну, если что не так, отведем душу в кафе юность. Принято, единогласно. Аплодисменты. Маловато бутербродов, сестрица. Ничего, хватит. Они ведь ребята здоровые. У них аппетит хороший. Я вообще не знаю, зачем ты все это затеял. Ну, что тебе? Бутербродов жалко, что ли? Мне Светлану жалко. Не понимаю. Светлана, принимай гостей. А я никого не звала. Я, кажется, не кстати. Да, мы ждем гостей. Хотя ты утверждаешь, что я воспитанный человек. Я уходить сейчас не собираюсь. Ты что, хочешь мне что-нибудь сказать? Да. Светлана, можно каждый день проезжать по 300 километров и не делать ни шагу вперед. Ты же умный, ты способный и можешь и должна делать... Ты садись, садись. Это очень серьезно, Свет. Я хочу предложить тебе поехать в Сибирь. Там новый научный центр. Мы будем учиться и работать. Кто мой, Сережа? Ну, я поеду с тобой, если ты не будешь возражать. А если буду? Тогда поезжай одна. Поезжай одна или с подругой. Только поезжай. Поезжай, Светлана. Я буду писать тебе. О чем? О том, что я люблю тебя. И еще о том, что я больше... Я больше так не могу. Сережа? Так зачем же мне уезжать и ждать твоих писем, если ты уже все сказал? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А где же все остальные? Они скоро придут. Ну, проходи. Вот, бригадир уже явился. Здравствуй, Света. Здравствуй. Проходи, проходи. Пожалуйста. Знакомьтесь, это Павел. А это Сергей. Мы уже знакомы. А я даже знаю, зачем вы пришли. Вы пришли уговаривать Светлану вернуться в троллейбусный парк. Сережа, ты, кажется, хотел уходить. Я передумал. Я, к сожалению, не знаю, кем вы там работаете. Кондуктором, водителем, может быть, контролером. Он бригадир на заводе и учится на заочном. Ну, знаете ли, совершенно не понимаю. Сами вы учитесь, работаете, собираетесь стать инженером, а здесь вы хотите, чтобы она всю жизнь провела за баранкой. Сергей. Дай мне, в конце концов, сказать то, что я думаю. А вы уже все сказали. Вы мне очень хорошо объяснили, чего я хочу для Светланы. Ну, а сами вы чего для нее хотите? Я хочу, чтобы она училась. Я хочу, чтобы она поступила в институт. В какой? В какой не имеет значения. Может быть, ты знаешь, в какой институт ты хочешь поступить. А ребята вчера спорили. Сказать тебе или нет. О том, что они ждут тебя и скучают. А потом решили, не стоит тебе этого говорить. Чего доброго, ты вернешься и пострадает твое призвание. А оказывается, ты выполняла просто скучные обязанности все. Слушайте, почему вы с ней разговариваете в таком тоне, как будто она перед вами в чем-то виновата? Да нет. Это мы виноваты. Придумали девушку, с которой начинается утро. А я что, просила вас меня придумывать? Просила? Вот возьму и уеду. Ну что ж, уезжай. Я уеду. Какого вина вам? Самого кремкого. Может быть, коньяк? Нет, нет, не надо. Тогда вермут. Ну, я не знаю. Ферму, пожалуйста. Вот мне нужна. Я уйду. На. Не знаю. Не знаю. Вот мне нужно. Усе есть, дорогая. Уanken. Глава богатя. Хотел. Всегда. Уменяй. Имейлод. Уменяй. Уменяй. Ну что? Давно пора бы догадаться. Такой хилый, щуплый. Отобьем, ребят. Уведем ее. Не будем обращать внимания. Ну, это уже будет хамство. Почему? Мы просто не видим ее вообще. Я не знал, что ты так любишь танцевать. Очень люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вновь на свиданье с городом ранним ты пришла. Сны по кварталам бродят, но идет рассвет. Легкими шагами за тобою вслед. Это твоей походкой в тихий час. Утро приходит, сердце тревожа каждый раз. Это лишь ты умеешь первые лучи зари. И сердцам, и окнам по утрам дарить. Всем, кто рассвет и любит, ты нужна. Ты не проснешься, и не растает тишина. И этим утром в город не придет рассвет. Легкими шагами за тобою вслед. Улицы ждут деревья и цветы, Чтобы проснулась и улыбнулась утру ты. Утро приходит в город, входит в каждый дом. С первой улыбкой на лице твою. Утро мы едем. 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 КОНЕЦ 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 С Добрым утром. Доброе утро. Светлана готова? Ах ты! Шляпа! Шляпа! С Добрым утром! С Добрым утром! С ДОБРЫМ УТРОМ! Зимой и летом плывут Рассветы в небе, как в океане. И зари утром не вдруг Господа спустит самыми горожанами. Встань рано, рано, Увидишь рядом Небо всё долуное. Наш светлый город Слетит в твой зон И с ним тимом с тобой. Сгляни с порога за лёд, Города сделай шаг в мир манящий. И в нём найдёшься, Друзей найдёшься, Эльдикей настоящий. Зимой и летом плывут Утром на ты В небе горожан и алле. И зари утром Не трудно спустит самыми горожанами. Зимой и летом плывут Разветы в небе, как в океане. И зари утром не вдруг Не трудно спустит самыми парусами. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok